В одном из предыдущих фильмов на этом канале зрителям было предложено совместными усилиями разобраться, почему трактору Т-140 делали такую большую кабину. Мнения участников обсуждения в основном разделились на три группы. Первая так сделана для удобства тракториста, вторая для перевозки прицепщиков и сцепщиков в варианте применения Т-140 в роли промышленного трактора. И, наконец, третья кабина была такой большой для перевозки орудийного расчета, так как этот трактор был двойного предназначения и мог использоваться как артиллерийский тягач. То, что в СССР транспортные средства делали двойного гражданского и военного предназначения – факт общеизвестный. Это касалось почти всего, что могло ехать, летать или плавать. Не исключением были и тракторы. При их проектировании в процесс активно подключались военные со своими требованиями будущей машине как потенциальному артиллерийскому тягачу. В этом контексте можно вспомнить, как при разработке в конце 1930-х годов первого советского гусеничного пропашного трактора «Кировец» военные пожелали, чтобы конструкторы приделали к этому трактору, кроме водительского, еще шесть посадочных мест для орудийного расчета и укрыли их от непогоды. Это на небольшом тракторе собственным весом около 3 тонны. Советские тракторы всегда являлись компромиссом между тем, что армия хочет, и тем, что завод может придумать и построить. В результате этого ничего хорошего не получалось. От этого теряли и тракторы, и арт-тягачи. Пример тому потеря Красной армией в период летнего 1941 года отступления около двух тысяч тяжелых орудий. Но что говорить о разнице между военными и гражданскими тракторами, если даже технические характеристики тракторов общего назначения гражданского исполнения не подходили в одинаковой мере для выполнения одной и той же машиной работ в сельском хозяйстве, промышленности или строительстве. Так, одной из особенностей работы промышленных тракторов является цикличность выполняемого ими комплекса операций. Например, рабочий цикл бульдозера при челночной работе состоит из рабочего грузового хода и заднего порожникового, и для него очень важна не только рабочая грузовая скорость переднего хода, но и задняя скорость холостого отката, в то время как для сельскохозяйственного трактора скорость заднего хода в такой мере не важна. Промышленные тракторы, в отличие от сельскохозяйственных, работают, как правило, при крюковых нагрузках, близких к пределу по сцеплению, в связи с чем их ходовая система должна обеспечивать повышенные тягово-сцепные качества. Это делают, например, увеличением длины опорной поверхности гусениц. Так, промышленный трактор S100GP, у которого направляющее колесо было сделано опорным, и, следовательно, за счет этого он имел увеличенную площадь сцепления гусениц грунтом, обеспечивал среднюю рабочую скорость с бульдозером на 25% большую, чем такой же S100 общего назначения с таким же бульдозером. Промышленные тракторы имеют еще особенность в том, что они используются на разнообразных грунтовых фонах, от рыхлого песка до плотной глины, и тяговые качества на каждом из них значительно отличаются. Соответственно, по-другому, чем у сельскохозяйственных тракторов, следует определять и их тяговые способности. В связи с этим, в типаж тракторов на 1966-1970 годы были внесены изменения в классификацию промышленных тракторов, согласно которым тракторы класса 6 тонн, в то время это были S100GP, T100MGP и T130, 9-тонные T140 и T180, и 15-тонные DET250 были отнесены к классам 10, 15 и 25 тонн соответственно. А сельскохозяйственные их аналоги остались в прежних классах 6, 9 и 15 тонн соответственно. Но вернемся к трактору T140, первому советскому промышленному трактору специальной постройки, чтобы рассмотреть его возможности, но как гражданского трактора, а не как военного. Хотя, если среди зрителей найдутся знатоки по военному транспорту, то пусть напишут в комментариях, насколько T140 со своими характеристиками был применим для военных. На трактор T140 был установлен рядный шестицилиндровый четырехтактный дизель 6KDM50 с предкамерным смесеобразованием. Двигатель строился на базе четырехцилиндрового дизеля KDM46, который устанавливался на тракторе S80 и был с ним унифицирован. Модификация заключалась к увеличению на два числа рабочих цилиндров. Это привело к изменению конструкции блоккартера, коленчатого вала, деталей механизма газораспределения и системы питания двигателя топливом и воздухом. Остальные узлы и детали не имели принципиальных отличий от узлов и деталей двигателя KDM46. Конструктивный вес дизеля составил 2700 килограмм. Максимальная мощность 140 лошадиных сил при 1050 оборотах в минуту. Диаметр цилиндра 145 миллиметров. Степень сжатия 15,5 к одному. На двигатель устанавливался шестиплунжерный секционный топливный насос с центробежным сережимным регулятором. Расчетный удельный расход топлива составлял 280 грамм на эффективную лошадиную силу в час. Система пуска дизеля включала в себя двухцилиндровый пусковой двигатель P46 мощностью 19 лошадиных сил, который в свою очередь запускался электростартером. Трансмиссия трактора состояла из поточно замкнутой двухдисковой муфты сцепления, пятискоростной коробки передач с постоянным зацеплением шестерин, главной передачи с коническим спиральным зубом, двух одноступенчатых планетарных редукторов поворота с ленточными тормозами, двухстороннего действия, работающих в масле, и двух бортовых передач с прямым зубом. Трансмиссия имела систему смазки под давлением, с охлаждением и фильтрацией масла. Включение муфты сцепления производилось нажатием на педаль. В систему управления муфтой сцепления был включен пневматический сервомеханизм следящего действия, значительно снижавший усилия, необходимые для ее включения. Пневматическим сервомеханизмом были оборудованы и тормоза планетарных механизмов. При поступлении воздуха под давлением в камеру сервомеханизма, подвижной шток приводил в действие соответствующие механизмы муфты или тормозов. Корпус трансмиссии был общим для коробки передач, главной передачи и механизма поворота. Он выполнялся из стальной отливки. Для съема мощности служил вал отбора мощности зависимого типа. Ходовой механизм Т-140 гусеничный. Подвеска эластично-торсионно-балансирная, с шестью опорными и тремя поддерживающими катками. Гусеница состояла из 40 звеньев. Ширина трака для обычной модификации 700 мм, а для болотоходной – 900 мм. Для натяжения гусениц служил пружинно-рычажный механизм. Рама трактора была сварной из лонжеронов и поперечин коробчатого сечения с боковыми кронштейнами для навесного оборудования. Т-140 имел герметичную кабину, в которой предусматривалась принудительная подача очищенного воздуха. Трактор оснащался дополнительным пневматическим оборудованием, компрессором с рабочим давлением от 6 до 7 атмосфер, двумя ресиверами объемом 28 литров каждый, уже упомянутыми сервомеханизмами, устройством вакуумного типа для заправки двух топливных баков емкостью по 220 литров каждый, и узел подключения отбора воздуха к прицепу. Электрооборудование трактора Т-140 было выполнено на основе 12-вольтного генератора постоянного тока Г-25Б с релеорегулятором РР-20В и аккумуляторной батареей на 140 Ач. Также в электросхемы входили стартер пускового двигателя, магнето и приборы освещения. Трактор Т-140 имел пять передач для движения вперед и две назад. Максимальное тяговое усилие составляло 14,85 тонн при максимальном крутящем моменте двигателя равным 110 кг-метров. Конструктивный вес трактора Т-140 составлял 15 тонн. Он имел дорожный просвет 500 мм и ширину колеи 2040 мм. При этом удельное давление на грунт составляло от 0,42 до 0,3 кг на сантиметр квадратный в зависимости от твердости почвы. В феврале 1958 года созданный на ЧТЗ мощный гусеничный трактор Т-140 был принят к производству на Брянском автомобильном заводе. Как нелегко давалось освоение нового трактора, этому предприятию уже рассказывалось в одном из фильмов на этом канале. Здесь же больше внимания будет к его испытаниям, которые проводились в течение нескольких лет с 1952 года в разных регионах, на сельскохозяйственных полях, карьерах и стройках. В частности, в 1955 году трактор Т-140 был подвергнут испытаниям в Челябинской области на работах по безотвальной пахоте по методу Терентия-Мальцева, используя глубокий рыхлитель ГР-140. Во время опытов была показана производительность больше в два раза, чем трактора С-80 при тех же условиях работы. В том же 1955 году Т-140 работал на строительстве Кременчудской ГЭС, где на земляных работах показал производительность в два с половиной раза большую, чем С-80. Также Т-140 показал эффективность привалки деревьев диаметром до 40 сантиметров. А в 1957 году на Северо-Кавказской машиноиспытательной станции были проведены тяговые испытания трактора на двух почвенных фонах – стерне и многолетней залежи. Достигнутые скорости и тяговые усилия в некоторых случаях даже превысили расчетные. Их можно проанализировать с помощью тяговых характеристик. На стерне наибольшее тяговое усилие – 14 тысяч килограмм – было достигнуто на первой передаче при мощности на крюке порядка 117 лошадиных сил. Скорость при этом была соответствующей этой передаче – немногим более чем 2 километра в час. Наибольшую скорость под нагрузкой, которую достиг трактор, была на уровне 12 километров в час на пятой передаче, но при этом его тяговое усилие составило только 2400 килограмм при мощности на крюке 88 лошадиных сил. На третьей передаче тяговое усилие составило 5300 килограмм при скорости 5,5 километров в час, а на второй передаче – 7400 килограмм при скорости 4,1 километра в час. Примерно такие же соответствующие показатели были получены при испытаниях трактора на многолетних залежах. После этого Т-140 испытывался с целью определения его производительности и эффективности. Так, на плантажных работах с плугом ПП-50 его производительность была вдвое выше, чем у трактора Т-100, при удельном расходе топлива меньшим до 21%. При ретье канав в агрегате с канавокопателем КМ-1400 Т-140 проделывал траншею глубиной 122 сантиметра, что было больше, чем могли это сделать два С-80 в сцепке. Но вместе с этими замечательными результатами на испытаниях Т-140 обнаружились и его недостатки. Имеющееся жесткое прицепное устройство значительно ухудшало маневренность трактора, особенно при больших нагрузках. Например, при нагрузке на крюке 5 тонн радиус поворота увеличивался до 10 метров, а при нагрузке 12 тонн трактор становился практически неуправляемым. Это вынудило инженеров начать работы над конструкцией прицепного устройства маятникового типа. Также было замечено, что мощности установленного двигателя для такого трактора, таких размеров и веса было маловато. Еще больше недостатков Т-140 выявили первые годы его эксплуатации в хозяйствах и на предприятиях. Увеличение числа цилиндров с 4 до 6 и увеличение таким образом мощности дизеля КДМ с внесением при этом минимальных изменений в остальную конструкцию привело к повышению механических напряжений и уменьшению запаса прочности основных деталей кривошипно-шатунного механизма, то есть коленчатого вала и шатунов. В процессе эксплуатации коленчатый вал часто ломался. Эта проблема еще больше усугубилась в будущем при повышении мощности двигателя до 180 лошадиных сил для модификации его в модель D-180 для трактора Т-180. Увеличение мощности было реализовано изменением способа смесеобразования путем устройства камеры сгорания в поршне и непосредственным впреском топлива, а также некоторым увеличением числа оборотов двигателя. Все остальное в новом двигателе осталось практически неизменным. Также слабостью трактора Т-140 были траки гусениц, которые хоть и изготавливались из высоколегированной стали, но в процессе эксплуатации часто ломались, что приводило к простоям машин. В 1960 году завод по этому дефекту получил рекламации на 13% всех выпущенных тракторов. Только к 1965 году путем корректирования химического состава стали и усовершенствования режима термообработки траков удалось увеличить их механическую прочность и таким образом значительно уменьшить количество поломок. В дальнейшем также проводились работы по замене высоколегированной стали на менее дорогостоящую перлитовую. При работе в холодных условиях в Т-140 часто отказывала пневматика по причине замерзания в воздушных трубках конденсата влаги из воздуха. На новых тракторах Т-180 модификации С Северный эта проблема была устранена установкой осушителя воздуха для этой системы. Также на Северных тракторах было дополнительно подогрев топлива в баках и парожидкостной предстартовый подогрев двигателя, утепление капота двигателя и кабины, колорифер подогрева кабины, двойное остекление окон кабины, пуск стартера пускового двигателя с кабины, а также применение электросхемы с двумя аккумуляторными батареями для надежности. Продолжение следует...